Здравствуйте, уважаемые телезрители в прямом эфире телеканала ЖТСУ. Вы смотрите программу сегодня в студии журналист Антон Хатиновский и сурдоперевод для вас осуществляет мой коллега Марат Жумабеков. Пожалуй, сегодня тема номер один для всех государственных слушающих это грядущее сокращение штатов. То есть это все происходит согласно указанию президента нашей страны Касымжимарта Такаева. С тем, чтобы поговорить об этом вопросе и о других изменениях в агентстве государственной службы, мы пригласили сюда к нам руководителя Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области Бесекулову Лизат Мукатаевну. Здравствуйте, Лизат Мукатаевна. Здравствуйте. Вот, как я уже сказал, что глава государства поручил сократить государственный аппарат на целых 25%. Об этом мы с вами говорили в прошлом году, когда только об этом, собственно говоря, зашла речь. Как на сегодняшний день обстоят дела в данном вопросе, какие планы, какая работа ведется, разработаны ли какие-либо механизмы реальные? Ведь в прошлом году все это было как бы на бумаге, но на бумагах у нас получается одно, а как реально? Да, действительно, президент страны в своем послании в сентябре 2020 года озвучил о необходимости сделать компактным и профессиональным государственный аппарат соответственно до конца 2021 года сократить его на 25%. Было дано задание в 2020 ушедшем году сократить количество госслужащих на 10%, а в этом сейчас, в настоящем году, в 2021 году на 15% и итого должны были на 25% сократить. Изначально, да, мы в тот момент, когда в послании это было озвучено, как таковых конкретных подходов не было, но сейчас уже сокращение проводится. Поэтому хотелось бы сказать, что в Алматинской области, если мы возьмем на примере Алматинской области, то сокращение не коснется акиматов сельских округов, то есть будут сокращены аппараты акимов областных и районных акиматов, областные управления, а сельские округа сокращаться не будут. Изначально планировалось, что в Алматинской области порядка 1200 единиц будет сокращено, сейчас по нашим подсчетам, да и разнарядку нам уже спустили, где-то порядка максимум 600 единиц будет сокращено. Единиц это не значит, что живые государственные служащие будут сокращены. Возможно, если на данный момент, на момент сокращения имеются постоянные вакантные должности, то можно будет уже вот эти вакантные должности сократить, так как сделали это мы у себя в департаменте. Наше агентство до конца 2020 года уже 25% сокращение провело в отношении нашего агентства и его территориального подразделения. К примеру, если у нас до конца 2020 года было 45 единиц в департаменте, сейчас у нас всего 32 человека осталось, поэтому мы провели 27% сокращение. Агентство забрало у нас вакантные единицы. К большому счастью, у нас живые люди не ушли. Получается, мы провели сокращение 27% у себя в департаменте за счет постоянных вакантных должностей. Что же касается вопроса сокращения именно в Алматинской области, то хочу сказать, что в любом случае само решение по сокращению численности государственных служащих будет приниматься руководителем каждого государственного органа самостоятельно. Как таковое, будем говорить, таких подходов или механизмов сокращения нет. Это единственное при сокращении единиц в той или иной структуре обязательное условие нужно будет соблюдать все права, законные права действующих государственных служащих. То есть сокращению не подлежат по трудовому законодательству государственные служащие. Это женщины, которые беременные, это женщины, у которых дети до 3 лет имеются, это родители, дети которых в возрасте еще не достигли до 12 лет, и родители, дети которых до 18 лет имеют наиждевение детей инвалидов. А также не будут сокращены лица, которые им осталось до пенсии 2 и менее года. Они тоже, получается, по трудовому законодательству не подпадают под сокращение. Это не только под это сокращение, под любое сокращение. То есть работодатель по трудовому законодательству не имеет права расторгать с этими лицами трудовой договор. Соответственно, у них, получается, по трудовому законодательству они защищены. А все остальные те лица, если живых людей будут сокращать, то, естественно, сейчас мы и Акимату даем рекомендации во все государственные органы и проводим разъяснительную работу. Каждый государственный служащий, который будет сокращен, если у него имеется стаж работы не менее трех лет, то ему будет выплачиваться компенсация в размере четырех среднемесячных заработных плат. Это вот то, что компенсация, если все-таки он будет сокращен, но в то же время, даже если он эту компенсацию получит, то максимально руководители государственных органов будут стараться трудоустроить его на другие какие-то менее ответственные позиции, например, какие-то коммунальные государственные учреждения, хозрасчетные какие-то учреждения. То есть он потеряет статус госслужащего, но без работы он не останется. Вот такой подход планируется при проведении сокращения. То есть тем людям, которые сегодня попадают под сокращение, скажем так, бояться нечего? То есть государство по-прежнему несет за них ответственность, занимаясь их трудоустройством, насколько я понимаю? Естественно, за каждым человеком стоит семья, у него есть дети, поэтому государство, я думаю, ни в коем случае оно не позволит, чтобы человек остался безработный. По-любому он будет обеспечиваться. Скажите, пожалуйста, а как вообще люди воспринимают вот это известие? Не как гром среди ясного неба? Вот работал, работал государственный служащий, и тут его вызвали и сказали, ну все, дорогой. Нет, не как гром среди ясного неба, потому что, как я уже озвучила, сказала, глава государства озвучил его еще в сентябре 2020 года, поэтому, естественно, тревога какая-то со стороны госслужащих есть. Все мы живые люди, все мы переживаем, конечно, за свою работу, но те лица, которые будут сокращены, во-первых, вот я сказала, им будут выплачены 4 среднемесячных заработных плат, а также они будут трудоустроены, поэтому мы как бы профилактическую работу все равно проводим. Лично я практически летом 2020 года объездила всю область, встречалась с личным составом всех районных государственных служащих, проводила личные приемы, у кого какие вопросы были, максимально пыталась всех успокоить и сказать, что сокращение будет проводиться в рамках действующего законодательства и практически без работы, я думаю, что никто не знает. С соблюдением тех гарантий, которые сейчас предлагаются. Ну, вот понятно, что нет худа без добра. За счет того, что будут сокращены должности, президент упомянул о том, что государственные служащие повысят, повысится у них заработная плата, они станут получать больше. И также у них будет переведена вот их заработная плата на какую-то новую систему. Что это за система, как она будет работать? По поручению президента, которое вот тоже вот на послании президента было озвучено, он дал задание, чтобы провели сокращение государственных служащих и за счет сокращенных единиц на государственной службе, не нагружая бюджет дополнительными расходами, за счет этих средств повысить заработную плату государственным служащим, которые останутся на работе. То есть планируется с 1 июля текущего года, с 2021 года, внедрение новой системы оплаты с труда, которая называется факторно-больная шкала. Хочу отметить, что последние более 15 лет заработная плата государственных служащих, то есть оплата труда госслужащих, она системно не менялась. То есть в данный момент государственные служащие получают заработную плату в зависимости от стажа работы и занимаемой должности, причем все получают одинаково. Если есть в государственном органе сэкономленные бюджетные средства, то на государственные праздники все одинаковую премию получают. При внедрении новой факторно-больной шкалы опыт был перенят с таких развитых стран, как Япония и Сингапур, а также многие развитые страны своих государственных служащих заработную плату производят по факторно-больной шкале. Тут даже не то, что премию, не то, что какие-то бонусы, сама заработная плата будет отличаться. Допустим, возьмем определенный государственный орган. Те сотрудники, которые реализуют основную функцию для достижения определенных стратегических целей, которые поставлены перед государственным органом, непосредственно свой вклад, который вносят, они будут, соответственно, получать заработную плату больше. Их мы будем относить к основному вспомогательному блоку А. Сами госслужащие будут подразделяться на блок А, блок Б, блок С. Блок А – это основной блок, блок Б – это у нас содействующий блок, и блок С – это у нас помогательный блок. То есть основные, как я сказала, сотрудники, которые будут непосредственно вносят свой вклад на реализацию основных задач данного департамента или государственного органа, они, естественно, будут получать максимальную заработную плату. Те, которые будут относиться к содействующему блоку Б – это такие сотрудники, которые как кадровики, юристы, пресс-секретарь, внутренний аудит. Те, которые сопутствующую функцию выполняют, но непосредственно свой вклад в основную реализацию задач делают косвенно, то они будут относиться к блоку Б, соответственно, от основного блока где-то на 30-40 тысяч тенге заработная плата будет у них меньше. Ну и, соответственно, вспомогательный блок, вспомогательная группа – это у нас помощники первых руководителей, это у нас работники, которые работают в секретке, и канцелярия. Они будут получать еще меньше, меньше, чем основной блок и средний блок. Соответственно, в каждом блоке зарплата на 30-40 тысяч будет меньше. Помимо этого, вообще, вот это вот внедрение факторно-бальной шкалы, она была озвучена еще в плане нации 100 конкретных шагов. Это в 2018 году в пилотном проекте несколько государственных органов и министерств, в том числе наше агентство, они были в пилоте. До сих пор мы вот в пилоте получаем повышенную заработную плату, и хотелось бы отметить, что в конце года, если ты достигаешь определенных показателей, комиссия рассматривает твои вот эти вот целевые ключевые индикаторы, которые ты достиг, и по нему тебе выплачивают бонусы. Это помимо той заработной платы, которую ты получаешь. Но, правда, вот в течение года мы, как в пилотном проекте, допустим, премии у нас вообще практически не было. Зато в конце года получают до шести, до семи, до восьми окладов бонусов. Ну и получается, что факторно-бальная шкала, она сама состоит из двух частей. Это вот постоянная переменная, постоянная это вот заработная плата, которая тоже зависит от занимаемой должности и от стажа, который ты занимаешь на госслужбе. А переменная это получается бонусы, которые ты получаешь в конце года. Вот примерно вот так и будет зарплата внедряться. Ну а для того, что я допомню, для того, чтобы, наверное, получить эти бонусы, надо действительно будет работать честно, со всей самоотдачей и свято верить в то, что ты делаешь. Важную работу. И не только честно. Тут получается, если ты выполняешь свои функциональные обязанности, которые тебе входят в функции, функциональные твои обязанности, должностные инструкции, за них ты получаешь заработную плату. И ни про какие бонусы идти речь не может. Если ты помимо этой работы делаешь другую дополнительную работу, которая в твоих функциях не предусмотрена, например, ты пишешь статьи в газету про свое направление, издаешь какую-то книгу, снимаешь какой-то видеоролик или даешь какую-то идею, либо даешь какое-то предложение в вышестоящий государственный орган, либо в администрацию президента, допустим, по внесению изменений именно по твоему направлению в закон. Мы же практики, мы на местах находимся, и все-таки от теории практика намного отличается, когда ты на земле работаешь. Поэтому, если есть какое-то такое предложение, где они видят в законе какие-то, допустим, нестыковки, и дают вот эти вот предложения, и это предложение, если будет принято, соответственно, там уже определенно стопроцентного бонуса будет получать. Извините, еще у меня вот такой вопрос возник по ходу нашего разговора. Вот вы сказали, 30-40 разница между тем, 30-40 разница между этим, 30-40. Вот я сейчас пытаюсь подсчитать, какова будет минимальная заработная плата. Ну, примерно, я понимаю, что вы не бухгалтерия, но примерно, сколько будет получать государственный служащий, который работает внизу? Правильно говорить, я не бухгалтер, я не экономист, я просчитать это не могу, но как государственный служащий, который работает и получает по факторно-бальной шкале 3 года уже повышенную заработную плату, могу сказать, что минимальное количество заработной платы, сумма, которую получают наши сотрудники, это от 140 до 160 тысяч, где-то так, в таком вот районе колеблется. То есть достаточно неплохая заработная плата, плюс еще и всякие бонусы. Ну, хорошо, продолжим наш разговор, уже перейдем от материального к более духовному. Скажите, пожалуйста, вот все эти требования, понятно, что новые требования, новое веяние, поменяется ли требование к самим государственным служащим, которые будут, ну, новая волна, новая формация, молодежь, услышав, что сейчас, оказывается, можно на государство работать и честно там неплохо зарабатывать для своей семьи, то есть достаточно денег хватит, я так думаю. Но вопрос в том, изменится ли критерий отбора, будет ли какое-то что-то внесено такое, что действительно слабое звено отсеется, а пойдут действительно честные люди, которые нужны государству. Во-первых, хочу сказать, что сейчас нашим агентством в проекте разрабатывается проект, который называется «Айкумек». Планируется, что все вакантные должности, которые будут в этой программе внедрены по республике, это вакансии государственных служащих. То есть, допустим, вы, Антон, если хотите поступить на госслужбу, вы входите в эту систему «Айкумек», и там программа у вас спрашивает, допустим, ваш возраст, ваше образование, квалификацию, специальность, опыт работы, где вы работали, вы все это забиваете, программа сама вам находит подходящие вам должности и выдает, что вы можете претендовать туда, туда, туда. И вне зависимости от территории она, вы, сидя в Талдыкургане, можете даже, допустим, знать, какая вакансия есть в североказахстанской области или в восточноказахстанской, к примеру, области. Но это планируется, что это будет со второго полугодия. Что касается нашей нынешней ситуации, то сейчас отбор на государственную службу, по сравнению с чем раньше, я могу сказать, что облегчили в том плане, если раньше отбор проходил в три этапа, первый, второй, третий этап конкурса, то есть в первом этапе участвовали только государственные служащие данного госоргана, во втором этапе участвовали все государственные служащие Республики Казахстан, и в третьем этапе могли претендовать граждане, которые раньше на госслужбе не работали, то есть не госслужащие. То сейчас вот этот трехэтапный отбор перевели на двухэтапный, получается, из 56 дней, которые раньше отводилось для проведения на одну вакантную должность, количество дней, оно сократилось до 22 дней, почти, ну, в два с половиной раза, можно сказать. Во-вторых, если раньше более восьми документов предоставляли, предоставляли справки с наркодиспансера, с фирдиспансера, сейчас таких нету, там буквально 2-3 документа только нужно, вы подтверждаете свое образование, свою квалификацию, свою специальность, удостоверение личности, и послуженный список только даете, и все, вот это все. Остальные все данные про кандидата, которые нужны, работники кадровых служб в государственных органах, где конкурсная комиссия функционирует, они всю эту систему запрашивают по ИВИ, и можно в свободном доступе эти данные брать. Ну, это по-прежнему, наверное, издача всевозможных тестов. Ну, да. Само, естественно, если на данную позицию или на данную вакантную должность идет гражданин, не действующий госслужащий, то, естественно, он должен прийти с результатами тестирования на знание законодательства. Касательно тестов, хотела бы отметить, что если ранее человек, допустим, не набрал необходимое количество баллов, то ему нужно было через три месяца пересдавать. Потом этот срок сократили до месяца, а в настоящее время всего 15 дней. Сегодня я зашла на тест, попробовала, испытала судьбу, я тест не прошла, у меня один-два балла не хватило, я могу ровно через 15 дней снова подать заявку и снова зайти, пока вот эти законы, которые я учила, все-таки свежие в голове. Во-вторых, хотелось бы отметить, что само тестирование состоит из двух частей. Первое – это на знание законодательства, ну, там тоже по определенным программам, если ты на руководящую должность идешь, там около 10 законов, а на нижестоящую должность, если идешь на исполнительскую, где-то около 6 законов идет. Вторая часть тестирования – это психотест, мы называем, оценка личных компетенций. То есть компьютер сам определяет, насколько ты стрессоустойчив, насколько ты добропорядочный, какую компетенцию тебе нужно будет в будущем, если ты идешь на государственную службу, какую нужно подтянуть. Раньше, если на него порога не было, то сейчас вообще весь мировой отбор кадров, он сводится не на то, что тесты, вообще в целом на владение, о кандидате, какими компетенциями он влияет, какие у него сильные и слабые стороны. Потому что в зависимости от того, на какую должность объявляется конкурс, получается, там отбор идет по вот этим вот направлениям. Поэтому сейчас и вторая часть теста на оценку личных компетенций тоже имеет порог. И получается, человек, чтобы прийти на госслужбу, он должен сдать тест, один на законодательство, второй на компетенции. И оба имеют пороговое значение. Замечательно, спасибо. Ну, я думаю, что от компетенций наших государственных служащих будет зависеть и сама государственная услуга, которую мы получаем так или иначе, приходим. Вот как вообще определяется удовлетворенность граждан при получении государственной услуги? Как понять, что человек остался доволен, он обратился? Тем более сейчас вот эти все документы оборот у нас идут в электронном формате. Да. Вообще, повышение качества оказания государственных услуг – это самое приоритетное направление нашего агентства, соответственно, и нашего департамента. Поэтому для того, чтобы повышать качество государственных услуг, агентство разработало каждый год, она разыгрывает государственные закупки тендер, участвуют все неправительственные организации, у которых в уставе предусмотрен вопрос проведения мониторинга общественного. В 2018 году, насколько я помню, это была какая-то компания «Санж». В 2019 году это общественное объединение «Зоррух», а по итогам 2020 года тоже общественное объединение, которое называлось «Талап», по-моему. Все эти компании находились в городе Астане, они же проводят общественный мониторинг по оказанию государственных услуг по уровню удовлетворенности. То есть опрашивают простых граждан, которые получали государственные услуги, насколько они довольны, насколько они довольны тем, что данную услугу перевели в электронный формат, насколько они довольны обслуживанием в Соне, и вообще, как они в целом государственные услуги получают. Хотелось бы отметить, что Алматинская область, именно местный исполнительный орган Алматинской области, последние три года, если динамику посмотреть, идет устойчивый рост в динамике. Например, если по итогам 2018 года из 100 опрошенных всего лишь порядка 56 человек были удовлетворены получаемой госуслугой, то в 2019 году на данном показатель составил где-то 69 человек. Из 100 69 довольны. А по итогам 2020 года, вот недавно только нам с нашего агентства спустили результаты общественного мониторинга, и по нему из 100 опрошенных Алматинской области порядка 73 человек, они довольны. То есть их устраивает та государственная услуга, та государственная услуга, которая оказывается услугодателем в лице государственного органа. Они довольны и ставят там по пидебальной оценке в основном высокие баллы. Там по проведению общественного мониторинга многие моменты предусматриваются, но это проводит же общественное объединение, они рассматривают даже гендерную там политику, рассматривают на каком языке они опрос проводят. То есть много пунктов, которые входят? Очень-очень много. И тут сказать, что есть какая-то аффилированность или есть какая-то, допустим, в этом неточность, я не могу сказать, потому что это именно проводят те общественные объединения. И мы даже не знаем, в каких районах, в каких ционах, как они это делают, мы тоже не знаем. Но рост последних трех лет все-таки показывает, что динамика повышения по удовлетворенности качества получаемой государственной услуги в Алматинской области, по МИО, я имею в виду, местно-исполнительный орган, она все-таки присутствует. Вот уж, коль скоро мы заговорили о простых гражданах нашей страны, скажите, пожалуйста, как вы сегодня взаимодействуете с представителями гражданского сектора? Как они помогают в работе агентства по делам государственной службы? У нас в основных направлениях, как я уже сказала, качество оказания государственных услуг, именно по вот этому направлению у нас межведомственная рабочая группа есть, в состав которой входят граждане и представители общественности с сильной такой гражданской позиции. Там же и блогеры, там же и представители средств массовой информации, которые действительно на всю ситуацию, которая сейчас у нас происходит в Алматинской области, могут с критической точки зрения подходить, высказывать свои мнения, все-таки давать какие-то предложения по улучшению качества оказываемых государственных услуг. Это по направлению госуслуг. По направлению, вы же знаете, что у нас при департаменте работает коллегиальный орган Совета по этике, который рассматривает ответственность руководящих должностей государственных служащих. Там 70% нашего Совета по этике состоит из общественников. Там только всего 3 человека госуслужащих, все остальные, состав 9 человек состоит, и 6 человек, остальные представители СМИ, депутаты, СНУРОТАНа. В общем, они тоже общественники. И когда решение принимается, чтобы наказывать государственного служащего, тоже у них, они хотя и не знают нашу систему изнутри, но тем не менее, все время они смело высказывают свое мнение. И получается, что объективно рассматриваются все эти материалы и принимаются объективные решения. Всесторонние, да. С присутствием общественности. Кроме этого, вот про тот конкурс, который вы сейчас озвучили, в каждом государственном органе проходит конкурсный отбор. И при проведении конкурсного отбора, одно из требований, обязательно должны присутствовать наблюдатели со стороны. И для того, чтобы присутствовали наблюдатели, мы из числа общественников по всей области, с каждого района, с каждого сельского округа составили пул наблюдателей, которые являются наблюдателями на конкурсных отборах. Спасибо большое. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к своему завершению. И я буквально прежде чем попрощаться с вами и с нашими телезрителями, хотел бы вкратце услышать короткий ответ на самый злободневный вопрос, который волнует сегодня жителей нашей страны, особенно в интернет-пространстве. Это касается такого, могут ли родственники работать в государственном органе вместе, не являясь даже, допустим, в прямом подчинении друг у друга. Возможно это или нет? Коротко, да, нет. Если да, то в каких случаях? Ну, знаете, Антон, тут каждый случай, он индивидуально. Нельзя сказать, что мой прямой родственник работает у меня в подчинении. Это зависит от того, допустим, если на руководящей должности, вот по Ахсусскому району, который резонансным материалом сейчас является, супруг является заместителем Акима района, жена является руководителем отдела предпринимательства, сын является в областном управлении заместителем руководителя управления. В данном случае конфликт интересов между матерью и сыном, возможно, где-то присутствует. Вообще мы говорим про прямое подчинение, тут прямого подчинения нет. Тем не менее, вопрос, так как принял резонанс наоборот, мы на ближайшем заседании Совета по этике этот материал рассмотрим и обществу дадим ответ. Но в данном случае мы будем рассматривать ответственность именно заместителя Акима района, потому что он, являясь уполномоченным по этике, должностным лицом, который поставлен в районе, наоборот, вот эти вот моменты устранять, он, получается, нас в известность не поставил, ему нужно было проконсультироваться и устранить его до принятия данного вопроса резонансного характера. В данном случае сказать, что конфликт интересов есть у него между ним и женой, нельзя сказать, потому что он не курирует вопросы предпринимательства. Есть, присутствует конфликт интересов, возможно, какой-то частично, только между матерью и сыном. И то мы владеем информацией, что на сегодняшний день она вчера сдала документы на другую позицию, на исполнительскую должность, то ли в кадры пойдет работать, то есть, получается, тут конфликт интересов будет исчерпан. В случае, если конфликт интересов выявлен, то государственный служащий незамедлительно должен его устранить. Как было в случае с Акимом Кирвулахского района, Галя-Схартолиньевичем Сарбаевым, когда он назначился Акимом Кирвулахского района, у него брат работал начальником отдела, был в непосредственном подчинении. Как только его брат назначился Акимом, тот был вынужден уволиться и занять другую позицию в другом государственном органе. Тем не менее, государственные служащие могут быть родственниками, но не являясь в прямом подчинении друг от друга, и чтобы не возникал конфликт интересов. Ну что ж, спасибо вам за то, что вы нашли время прийти к нам сюда, в студию прямого эфира программы «Сегодня» и рассказать нам о том, как же происходит сокращение государственных служащих и что вообще происходит в области государственных служащих. Ну что ж, на этом я хотел бы завершить наш диалог и пожелать нашим телезрителям здоровья и всего самого наилучшего. До следующих встреч в прямом эфире телеканала «ЖТСУ» в программе «Сегодня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин